Комиссия по садоводству общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя готовится к проведению второго общегородского форума садоводов Севастополя с формированием народной повестки. Вопросы касаются проблем более чем 120 тысяч севастопольцев, имеющих участки более чем в 450 садовых и дачных обществах. Все подробности подготовки к проведению общегородского форума узнаем прямо сейчас. У нас в гостях руководитель регионального отделения Новосибирской области Союза садоводов России Ленсталь Иванович Машковцев, руководитель регионального отделения Алтайского края Союза садоводов России Владимир Иванович Марков, а также председатель региональной организации Союза садоводов России в городе Севастополе Андрей Владимирович Липенко. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Иванович, с 23 по 26 октября в Ялте прошел форум руководителей садовых товариществ, в котором приняли участие 35 регионов России. Расскажите об этом форуме подробнее и с какими итогами он завершился. Необходимость проведения данного форума была связана с тем, что на территории Крыма не было общественного формирования, которое могло бы в рамках развития садоводства России привести в соответствие к существующим нормам для того, чтобы в дальнейшем развивать, популяризировать, помогать садоводам-дачникам на профессиональном уровне, так как это делается в России. Какие же вопросы поднимались, основные, касающиеся нашего региона? Основные вопросы – это обеспечение водоснабжения качественного, электроснабжения, дорожного обеспечения, утилизации твердых отходов, бытовых отходов и учеба семинаров председателей, бухгалтеров садоводских товарищей на высоком профессиональном уровне. С какими же итогами закончился форум? Что решили? Решили создать на территории Крыма региональное отделение Союза садоводов России. Весь финал. Лен Сталиванович, расскажите об опыте работы и поддержке садовых товариществ со стороны государства в вашем регионе. В нашем регионе помощь начали оказывать с 2001 года. Начали с небольшой суммы – 1 миллион. В настоящее время область нам оказывает помощь в размере 16 миллионов в год и город в размере 2 миллионов в год. Эти средства идут в основном на создание объектов инфраструктуры, объектов электроснабжения, водоснабжения, ремонт дорог, пожарной безопасности, экологической безопасности, благоустройство территории. В этом году уже в настоящее время из области более 150 садоводческих товарищей получили финансовую помощь, компенсации затрат, чтобы не путали. Вначале садоводческие товарищи сами что-то делают, представляют документы, мы проверяем их, помогаем оформить грамотно, чтобы не было никаких придирок. И передаем их Министерству сельского хозяйства, и они перечисляются, довольче с ним, товарищу, компенсацию затрат в пределах до 50%, но не более 200 тысяч рублей в год за выполненные работы. Как Вы считаете, в нашем регионе может использоваться Ваш опыт? Я считаю, что он будет. У нас есть информация, что правительство и губернатор положительно смотрят, потому что это основная масса. Что такое садоводы? Это полный срез нашего общества. Это рабочие, это работники здравоохранения, образования, культуры, науки и даже, будем говорить, богатые. Садоводством занимаются все в той или иной степени. Я не говорю, что каждая семья, но все равно они занимаются. Значит, это не только производство продукции, но это в том числе дети приучаются к труду. Значит, где-то надо отдыхать. Не каждый может далеко съездить за рубеж куда-то. Они отдыхают, как правило, на своих дачных или садовых участках. Это пенсионеры. Они просто-напросто там отдыхают и дополнительно производят продукцию, тем самым решая задачу импортного замещения сельхозпродукции. На сегодня это особенно важно. Да. Поэтому вот мы нашли общий язык давно с губернатором. Ну, оказался умный человек, который принял решение. Потом с мэрией города Новосибирска нашли общий язык, создали совет к содействию садоводству и огородничеству. Мы первые в России разработали закон о помощи садоводства, региональный закон, приняли его. Ну, кроме того, разрабатываем различные нормативные акты и совместно, естественно, согласовывая их с той или иной структурой, потом утверждаем, значит, у губернатора, у правительства и притворяем их в жизнь. Андрей Владимирович, если говорить о нашем регионе, сколько и каких общественных организаций садоводов действуют на сегодня в городе? На сегодня активно действуют четыре общественные организации, которые объединяют в себя севастопольских садоводов. Это Ассоциация садоводов, которую возглавляет Людмила Николаевна Хусталева, Союз садоводов России, который, Ваш покорный слуга, возглавляет региональное отделение, общероссийская общественная организация, Совет садоводов Гераклеи, который возглавляет Анатолий Петрович Данилов, и Союз садоводов, огородников и дачников, который возглавляет Анатолий Викторович Шуваткин. Чем же вызвана необходимость проведения второго общегородского форума? В чем его актуальность? Самое главное, цель форума, как звучало у нас в Ялте, все два дня, и я всегда во всех эфирах, которые мы проводим, в том числе на Вашем телеканале, это объединение. Объединение, как начиная внутри садоводческого товарищества, либо кооператива потребительского, объединение этих юридических лиц возле общественной организации, которая будет отстаивать их интересы, и объединение всех общественных организаций вокруг власти. Только таким образом мы сможем достичь цели, поставленной как садоводами, так и нашими организациями. И, в принципе, единственная организация, которая на данный момент может помочь действительно людям, это объединение вокруг Союза садоводов России. Потому что есть конкретный позитивный опыт в Российской Федерации, есть чем мы можем помочь садоводам, есть очень много наработок, поэтому мы готовы со всеми руководителями общественных организаций общаться, разговаривать. Напомним нашим телезрителям, когда, как долго и где же будет проходить форум. Сейчас хочу сказать нашим телезрителям, что мы приносим извинения за первую информацию, которая прошла в средствах массовой информации. Дело в том, что законодательное собрание назначило внеочередную сессию на 27 число на завтра. Поэтому хочу предупредить, что завтрашний форум, тот день, который был назначен на вторник, 27 число, переносится на четверг, 19 ноября, на 14 часов. Это Ленина 25, СЦКИ. Приглашаем всех садоводов, приглашаем председателей, руководителей, приглашаем руководителей председателей общественных организаций, которые я ранее перечислил, и глав департамент, глав муниципальных образований. Также нами приглашены губернатор города, председатель законодательного собрания города, депутаты как законодательного собрания, так и муниципальных образований. Пожалуйста, всем, кому не безразлична судьба садоводческого движения в городе, пожалуйста, придите на форум, выскажите свое мнение и поддержите садоводов города. Уже известно, какие вопросы будут обсуждаться и что хотите увидеть в результате проведения форума? Самый главный вопрос, который будет обсуждаться, это земельный вопрос, который очень сильно интересует садоводов, потому что у нас более 120 садоводческих товарищей сейчас потеряли связь со своей землей, которая у них была оформлена госактом Украины, в связи с тем, что они не успели свои привести документы в соответствии с законодательством Российской Федерации до 1 марта 2015 года. Эти юридические лица теперь как вновь созданные идут, соответственно, они идут не как правоприемники предыдущих украинских юридических лиц, у них потеряна полностью права, правоприемственность на всю ее хозяйственную деятельность, которая была в том числе на госакты. Соответственно, те члены этих объединений, которые не успели приватизировать свои участки, сейчас они этого сделать не могут. Вопрос решается, этот вопрос мы вчера поднимали перед председателем нашей общественной организации, депутатом Государственной Думы Олегом Дарьяновичем Валенчаком. Будем думать, решать на уровне правительства, на уровне Государственной Думы, совместно теперь с новым субъектом, с новым оригинальным отделением крымским, потому что у них те же самые вопросы возникают. Они приезжают к нам на семинары, учатся крымчане, мы им помогаем всячески, поэтому вместе будем решать наши проблемы, которые коснулись. И второй вопрос, немаловажный, это поддержка садоводов Севастополя, государственная поддержка садоводов Севастополя. Это развитие транспорта, развитие сетей, строительства дорог, увеличение мощности в электрохозяйствах, строительства водопроводов. Хочу обратиться, что государственная поддержка, это не выделение средств, то есть за деньгами к нам не нужно, идти никто давать денег не будет. Как сказал Леонид Сталий Иванович, необходимо прописать процедуру в городе, и по итогам создания этих сетей, накопление пакета документов, которые будут разработаны совместно с правительством города Севастополя, это будет компенсация затрат. То есть объект должен быть готов, сдан, и, соответственно, если будет удовлетворять всем требованиям, которые будут разработаны, документов, будут получаться субсидии. Какая процентовка возврата средств, это мы уже будем разговаривать с правительством города. Напомню нашим телезрителям, по какому адресу и телефону можно уточнить интересующую информацию касаемо форума, либо тех семинаров, которые вы проводите к подготовке к форуму. Семинары у нас проводятся еженедельно по четвергам с 18 до 20 часов на площади восставших 6 в здании делового культурного центра, 5 этаж, 514 аудитория. Приглашаем все руководство садоводческих товарищей, бухгалтеров и, возможно, даже уже пора приглашать наших депутатов муниципальных образований, чтобы они начинали знакомиться все-таки с председателями садоводческих объединений, которые находятся на территории их муниципальных округов. Также проводим консультации в нашей общественной приемной, которая находится на площади восставших 4, деловой культурный центр. Телефон 8 978 813 69 66. Пожалуйста, звоните, уточняйте по всем вопросам и готовы вам дать информацию. Спасибо. Огромное время нашей передачи и стекло благодарю за такую важную информацию для достаточно обширной прослойки населения нашего города, как садоводы. Спасибо, что пришли к нам в студию. Хороший поражает. У каждого садоводства есть свои особенности, свои проблемы, и садоводам виднее, как решить их наилучшим образом. Никакая государственная власть не сможет помочь без плотного взаимодействия с общественностью. Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» обсуждали подготовку к проведению общегородского форума садоводов Севастополя. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Актуальная тема еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok